Друзья, на подъеме киберспорта в России, сегодня я вам расскажу про один из самых крутых и мощных ноутбуков, которые вы только можете себе купить. Встречайте, Lenovo Legion 5 Pro. План у нас такой. Сначала мы посмотрим аппарат внешний, потом заглянем в его техническую часть, но и как следует протестируем в современных игрушках. А если учитывать то, что в нем стоит RTX 3070 на целых 140 ватт, которые имеют в себе DLSS, NVIDIA Reflex, то видосик у нас получится действительно интересным. Внешне аппарат не претерпел больших изменений. Он по-прежнему остается строгим, стильным и вызывает лишь приятные ощущения, когда ты на него смотришь. Самые важные моменты это, безусловно, периферия. Давайте же посмотрим, что у него присутствует. С левой стороны ноутбука у нас присутствует разъем под наушники и микрофон, USB Type-C, переходим к задней части аппарата. Слева направо у нас присутствует разъем зарядки, USB Type-A, HDMI, еще два USB Type-A, USB Type-C и RJ45 под Ethernet. Если мы переходим на правую часть ноутбука, то здесь мы видим переключатель камеры, если вы хотите оставаться инкогнито, и еще один USB Type-A. В сумме получается целых 6 USB портов, два из которых USB Type-C. Это очень круто, и если вы подключаете огромное количество периферий, конечно, вы останетесь довольны. Но отсутствует мой любимый карт-ридер, и для всех тех, кто занимается фото, видео, конечно, иметь возможность напрямую подключить вашу флешку в ноутбук, я считаю, must-have. Здесь же, к сожалению, производители решают обойтись без этого. Это небольшой минус. Из приятных эстетических моментов у Lenovo присутствует логотипчик, который загорается при подключении зарядки, что сразу добавляет плюс 100 к крутизне ноутбука. Теперь давайте перейдем к техническим характеристикам данного ноутбука. Первое и самое важное, наверное, в любом ноутбуке, я считаю, это дисплей, потому что ты 100% времени на него смотришь. И здесь присутствует уникальный аппарат, и я так скажу, это, наверное, первое, самое мощное преимущество перед другими аппаратами. Здесь 16-я диагональ в 15-дюймовом корпусе с 2К-разрешением, 100% с RGB-покрытие, 165 Гц, технология G-Sync, яркость в 500 нит, при этом здесь присутствует UV-технология, которая позволяет вас лишить какого-либо мерцания. Опять же, DC-димминг, регулировка яркости подсветки при использовании разного уровня вольтажа не оставит вас равнодушными. Я так скажу, этот монитор, ну, если не идеальный, то, наверное, близок к идеальному, потому что к нему вообще никаких претензий нет. Разрешение 16 на 10, что не стандарт, и позволяет вам уместить чуть больше, чем на обычном ноутбуке. Второй момент по важности в ноутбуке, это клавиатура и тачпад. То, непосредственно, с чем человек взаимодействует. В данном случае у нас здесь присутствует одна из лучших клавиатур в мире. Называется она TrueStrike. И здесь механизм нажатия клавиш такой же, как на легендарных синкпад. Общепризнанный факт, то, что они являются действительно одни из самых комфортных клавиш для набора текста, для игр, ну и в целом для взаимодействия с ноутбуком. У нас здесь присутствует RGB-подсветка, поэтому все ваши эстетические и игровые наслаждения будут удовлетворены. Клавиатура островного типа, и что самое интересное, она, каждая клавиша, имеет полностью продув. Соответственно, при нагрузке, при игре, каждая клавиша охлаждается отдельно, воздух проходит сквозь нее. Это достаточно интересный нюанс, и каждый ноутбук таким может похвастаться. Про тачпад самое главное, это то, что он достаточно здоровый, вы не промахнетесь. Он очень чувствительный, никаких посторонних нажатий не присутствует, выполняет абсолютно ту задачу, которой и был создан. Приятный отклик, и ты действительно ощущаешь то, что аппарат выполняет то касание, которое ты его и просишь сделать. Конечно же, в основном, если вы собираетесь играть, вы будете использовать игровую мышку, тем не менее, если где-то в дороге, тачпад вам сослужит верную службу. Теперь, друзья, давайте кайфовать. Переходим к самому мощному. Во-первых, видеокарта RTX 3070, причем идет на полноценном теплопакете. Я хочу заострить ваше внимание, потому что покупая ноутбук, вы можете купить 3070, но при этом не получить ее полную производительность. И только некоторые модели поддерживают видеокарту, которая раскрывается при 140 ваттах. Это означает то, что вы действительно получаете полноценную видеокарту, которая в данном случае не будет уступать видеокарте вашего компьютера. И это огромное конкурентное преимущество с другими моделями, которые не могут похвастаться тем же теплопакетом. Чем же так хороша 3000 линейка, спросите вы меня, я вам сразу отвечу, потому что это вечно полно огромным количеством разных технологий. Например, NVIDIA DLSS. Если вы о нем еще не слышали, то очень странно, потому что это та штука, которая позволяет при помощи умной нейросети увеличить FPS в огромном количестве игр, да практически во всех современных игрушках, чуть ли не в два раза. А это в разы приятнее, если у вас аппарат не так сильно справляется, по одной кнопочке, бац, у вас FPS подрос, и вы уже получаете больше удовольствия от игры. Если я вам скажу то, что NVIDIA Reflex это вообще читерская штука, и что в разных шутерах вы получаете лучший отклик, у вас получается лучшая реакция, то есть вы уже среагировали, а человек, у которого нет этой видюшки, еще думает стрелять или не стрелять, по-моему, преимущество очевидно. Ну а если вы не геймер, а, например, любите продуктивно поработать на вашем аппарате, то наши любимые CUDA-ядры позволят вам это сделать без каких-либо проблем, и более чем 70 рабочих приложений действительно получат ускорение при использовании графики RTX 3000 серии. Внутри этого красавчика стоит абсолютно бескомпромиссный процессор Ryzen 7 5800H. Простым языком это 8 ядер, 16 потоков. Произошло удвоение или третьего кэша. Это частота 4,4 ГГц. Более того, с этого поколения у нас умное управление вольтажом. Это означает то, что процессор может грамотно подстраиваться под определенную задачу и, соответственно, являться суперсбалансирным решением в зависимости от того, как вы используете этот ноутбук. Обалденный прос. В нашей конфигурации 16 ГБ DDR4 оперативной памяти, которая работает на частоте 3200. Это золотая середина, которой хватает для большинства задач, но если вам требуется немножко побольше, то чуть далее по видео я вам покажу, как можно сделать апгрейд и поставить 64 ГБ оперативной памяти. Здесь у нас идут две планочки по 8. Безусловно, на всех современных аппаратах присутствуют M.2, PCI-Express, скоростные SSD. Тут не исключение, на целый терабайт. Тоже полная база, которой хватает подо все. Друзья, подключаем зарядку. Увидели то, что у нас прям мощный режим. Не зря достал игровую мышку, потому что хватит разговоров. Пора протестировать этот аппарат в деле. Сейчас запускаем самые современные игрушки. Посмотрим температуру, как шумит аппарат, ну и насколько комфортно им играть, потому что это самый важный фактор. Для этого этот аппарат и будут покупать. Ну что, друзья, начнем мы, пожалуй, с Fortnite. У нас высокие настройки, 2К разрешение, и мы можем с вами наблюдать, как обстоят у нас дела в данном случае с фреймтаймом. У нас в районе 200 кадров в секунду. При этом, посмотрите, важный фактор, безусловно, это температуры. У нас проц 84 где-то градуса держит, а GPU 79. При этом загрузочка у нас по видеокарте 94-96%. Процессор при этом напрягается около 30%. Частоты на видеокарте 1600-1700 держим. И частота на процессоре в районе 4000 МГц. При этом мы видим то, что видеокарточка 133 Вт. В зависимости от того, что происходит, вплоть до 140 действительно потребляет. То есть мы столкнулись с вами с полным теплопакетом, что очень приятно. Да, около 200 кадров мы с вами здесь держим без каких-либо проблем. Стоит отметить то, что температуры у нас не поднимаются даже до 90 градусов, то есть держатся в районе 80-85. Для игрового ноутбука с таким теплопакетом это хороший результат. И действительно, вот я сейчас бегаю, не чувствую пока ничего неприятного с точки зрения нагрева клавиатуры. Все-таки ребята действительно, наверное, говорят, что раз клавиши продуваются, это будет играть куда покомфортней. Как ни крути. Киберпанк, друзья, всем надоел, но нужно протестить как следует эту систему. У нас высокие впечатляющие настройки, при этом у нас DLSS в автоматическом стоит и трассировка лучей ультра. Давайте посмотрим, на что этот аппарат способен. И вот это, я понимаю, вещь, которая сразу видюшечку под сотку нагружает без каких-либо вопросов. Здесь у нас, я смотрю, проц прогрелся практически до 90 градусов. 89 по Цельсию мы держим. У нас FPS в районе 40, друзья. Даже такой топовый аппарат с этой игрой на ультрах справляется, ну, называется, на том минимуме, на котором можно и в нее играть. Частоты такие же. 4000 по ядру, 400, а полторы где-то 1600 на медиакарточке. При этом забавно, но чуть меньше кушает у нас сама видеокарта. Примерно 125, а хотя 130, 132 даже, да, по полной катушке напрягает нашу зарядку. 90 мы пробили по температурам. Опять же, пока что в допусках адекватности для игровых аппаратов. Интересный факт, то, что действительно, несмотря на то, что видеокарта напрягается на полную катушку и загружена на сотку, в отличие от процессора, который загружен в данной игре на 40-50%, проц прогревается на целых 10 градусов больше. 79-80 максимум держит наша видеокарта. А вот процессор, он говорит, ух, мне жарко. Но при этом, учитывайте, частота у нас 4000 МГц. То есть у нас проц чувствует себя прекрасно и турбится, что, конечно же, огонь. Он умный, если ему станет чересчур, он немножко понизит частоты, что абсолютно логично для современных ноутбуков. Вишенкой на торте у нас будет батла 5-я, ультра настройки, 2К разрешение, 165 Гц, о чем еще можно мечтать. И мы имеем сотку кадров. Это начальная у меня заставка. При этом вот здесь проц уже 92 даже градуса достигает. Видюха по-прежнему 80-79 и загружена также на 98%. Частоты абсолютно те же. Видюшка 138 Вт потребляет без каких-либо вопросов. И соточку мы, в принципе, держим. То есть запоминаем, по тестам у нас 90 на проце, 80 будет на видюхе. Но сразу сделаю такую оговорку. Акустически вы не поиграйте, если у вас ребенок в этой же комнате спит. То есть здесь только надеваешь наушники и погружаешься в сюжет самой игры. Потому что, конечно, ну так, побега 10 минут можно, но кулера шумят на полную катушку. Посмотрим, сколько в децибелах. Учитывайте то, что современные аппараты, к сожалению, еще не достигли такого уровня развития, чтобы он был идеально тихим и при этом 140 Вт видеокарту в себе мог спокойно выносить. Есть еще куда стремиться, друзья. Прогреваются у нас клавиши, допустим, те же ВАЗ. И мы смотрим то, что температура на жизненно важных клавишах для геймера примерно в районе 35-40 по Цельсию доходит. Самая у нас горячая область получается в районе 45. Вот непосредственно здесь. Ну и здесь эти клавиши практически в игре не используются. Очень хорошая. 47 даже у нас была температурочка здесь. Эти клавиши в игре не используются. Главное, чтобы область клавиатуры, которая непосредственно наши пальчики касаются, оставалась прохладной. И действительно, она здесь неплохая. При том, что у нас на процессе уже 94 градуса. Интересно. И здесь действительно Lenovo продумали этот момент, за что им отдельный респект. Ну что, друзья, настало время открыть крышку и посмотреть за счет чего такие у нас хорошие температуры на этом аппарате и взглянуть, как его можно проапгрейдить. Всего 10 винтиков и мы получаем доступ абсолютно ко всему ноутбуку. Во-первых, система охлаждения. Посмотрите, представлено раз, два, три, четыре медных теплоотводящих трубки, два здоровенных кулера, которые выдувают наши радиаторы, чтобы все охладить. Очень приятно порадовало то, что у нас есть отдельный охлад на VRM-зону видеокарты. Мы все знаем, что в игрушках, в других задачах память греется достаточно сильно. Здесь Lenovo ребята продумали. Очень радует то, что буквально каждый компонент, вы только посмотрите, Lenovo старается защитить от всяких посторонних рук и взглядов. Здесь у нас под черным поворотиком находятся два слота оперативной памяти, где можно суммарно сделать 64 дидера четвертой памяти. Очень хорошо то, что они не распаянные идут, что на современных аппаратах частенько встречается. Здесь у нас модуль Wi-Fi расположен. Здесь у нас SSD-шка PCI-Express с собственным радиатором, чтобы охлаждаться очень здорово, продумали ребята. Более того, есть еще один доступ к SSD-шке M.2 PCI-Express на другой стороне. Получается то, что в сумме, друзья, в зависимости от вашего бюджета, вы можете накопители себе расширить до безграничных практически размеров. В этом отношении вы не будете ничем ущемлены. Интересный момент, то, что действительно, несмотря на то, что аппарат игровой не подразумевает там, ну, назовем так, зачастую работают батарейки, здесь же Lenovo наоборот. Говорят, что эта штука может работать достаточно долго, и здоровенный аккумулятор практически на всю ширину корпуса объемом 5210 мА также присутствует. Ничего больше сказать нельзя, действительно, аккуратно, собранно, очень качественно. Переходим дальше. Из приятных фишек этот аппарат имеет суперудобное переключение режимов. Зажимаем клавишу Function, Fn, и нажимаем клавишу Q, и мы можем с вами переключаться между тихим режимом, между производительным режимом, что позволяет нам экономить батарею в те моменты, когда нам действительно нужна, и, наоборот, максимум белок производительности, когда мы хотим поиграть или выполнить какую-то задачу. Другой нюанс. Этот аппарат также можно заряжать от маленькой зарядочки USB Type-C, то есть в дорогу вам не обязательно брать блок на 300 Вт. Если он не помещается в ваш портфель, можно взять небольшую зарядку. Да, вы не сможете поиграться в игрушки на полную, тем не менее, заряжать аппарат и делать всю свою работу будет вам комфортно. К тому же, друзья, если мы включаем экономичный режим и делаем экранчик на 60 Гц, то наша батарейка позволит нам проработать от 6 до 8 часов. Это наилучший показатель среди похожих аппаратов, и он вас не подведет в нужные для вас поездки. Самая важная часть, друзья, это итоги, это выводы. Все, что вам нужно знать, то, что этот ноутбук Lenovo Legion 5 Pro спокойно вам заменит игровой системник. Если вы киберспортсмен, беспокойно подключаете к Монику и наслаждаетесь полной производительностью. При этом он остается ноутбуком. Его действительно можно брать с собой, но он не будет перегреваться у вас в офисных задачах. Даже в игровых вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Напомню то, что 80-90 градусов, пусть эта температура вас не смущает, а наоборот радует, потому что большинство его конкурентов будут колиться в таких же задачах под 100 градусов, и при этом троттлить, сбрасывая частоту. Так что Lenovo молодцы. Они улучшили охлаждение, они улучшили батарейку. Но искренне попрошу, если они добавят еще картридер, то этот аппарат будет практически идеальным. Если вдруг напишите в группу и спросите, Даня, какой игровой ноутбук на сегодняшний момент выбрать, линейка легионов будет в числе первых. Еще со времен Y520 Lenovo умудрились сделать очень хороший аппарат. И на сегодняшний момент это его наследник. Просто становится все мощнее, все лучше. И если добавим маленький картридер, аппарат станет практически идеальным. Друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Я надеюсь, вам понравилось, и те, кто хотел приобрести себе такую машинку, безусловно, останутся ей довольны. Увидимся с вами в будущих. Не забывайте подписаться на канал и перейти по ссылочке в описании, чтобы узнать побольше информации про этот аппарат. До новых встреч. Пока-пока.